Есть, конечно, интересные проекты, есть проекты, которые мне нравятся, есть проекты, в которых я принимал участие от начала и до конца практически. Причем проекты есть разные. Есть проекты, которые в большей степени являются копиями старых храмов, копиями, достаточно интересные, может быть, есть интересный проект, например, Никольский собор в Переславле-Залевском монастыре. Достаточно интересная работа, интересная с точки зрения решения и архитектурных форм, с точки зрения росписи, хорошей росписи, хорошего качества и пределы интересные такие. Но это в большей степени следование канону, собственно, традициям, попытка даже не скорее следовать, а скорее даже копировать старые русские храмы. Есть несколько таких храмов и в Москве. Интересный храм, храм Покрова Богородицы, где настоятель архимандрит Милхиседек, храм, который интересен своими мозаиками, мозаиками, которые делали не только профессионалы, но и сами прихожане. Храм, который получил одну из премий правительства Москвы, кстати. Тоже храм такой интересный, в традиции, но храм с новыми творческими элементами. Находка, которую взял отец Милхиседек, это попытка сделать в миниатюре святую землю, то есть взять святыни Иерусалима, там есть и гроб Господний, и Голгофа, и всемания, и, конечно, хорошие мазаки. Ну и архитектура храма, она в целом связана с нашей русской традицией. Есть другие храмы, тоже достаточно интересные, в несколько другом стиле. Вот скоро планируется освещать храм Матроны Московской, храм, который в такой стилистике себе XIX века. Храм интересный, в работе над которым, так получилось, принимал участие. Помню, как принесли еще мне картинку, сырую достаточно картинку. Мы поговорили с архитекторами, пригласил отца Андрея, поправили им, потом сказали, чтобы они, исправив, принесли вновь. В итоге получилось что-то более-менее нормальное, такое сотрудничество, соработничество нашего архитектора, отца Андрея Юрьевича, с теми архитекторами, которые выступили авторами. В итоге получился достаточно интересный, такой хороший, красивый храм. Или, например, хороший пример – это храм на Ходынке. Это такой столб, такой, знаете, вот такой большой, большой храм, который можно назвать в каком-то смысле находкой. Почему? Ну, мы привыкли, что храм – это что-то грациозное, такое легкое, плывущее, величественное. Конечно, замечательно, когда храмы такие, но храмы должны быть готовы оказаться среди торговых центров, больших домов. И вот храм на Ходынке является как раз примером такого храма. Когда мы смотрели, что можно сделать, обсуждали вопрос с архитектором Сергеем Кузнецовым. Человек уже тоже в годах с опытом большим, человек, который не привык работать в программах, человек, который привык работать рукой, карандашом, стали смотреть один-другой вариант, мне отец Андрей приносит. Вариант я выбрал тот, который я считал более правильным. И получился такой храм большой, немножко с такими грубыми формами, храм, который не боится соседства с торговыми центрами, но храм, в котором есть помещение для молитвы, для богослужения, и в котором есть и комнаты для приходской активности, помещения, в которых может развиваться и процветать приходская жизнь. Вот это несколько примеров тех храмов, которые можно назвать удачными и которые мне просто так вот запомнились. На вопрос, какой должен быть храм, каким должен быть храм, какова должна быть его архитектура, вы, наверное, услышите множество ответов. Есть люди, которые считают, вот есть образцы, им нужно следовать и подражать. По примеру иконописи, если говорить об иконописи, то, конечно, в отношении иконописи существует более строгий порядок. Есть некий канон, есть некое правило, и иконописцы подражают тем первообразцам, тем иконописным подлинникам, на которые они ориентируются. В отношении архитектуры вопрос немножко сложнее. Храм, безусловно, должен быть в традиции. И, знаете, посещая храмы на Западе, посещая западные города, видишь, как порой уже деградировало храмостоятельство во многих странах Европы. Примеров множество. Все-таки храм должен нести в себе некую духовную задачу. Вот сейчас практически мы беседуем с вами после праздника преображения Господня. Существует два названия. Точнее, существует одно церковное название преображения Господня, которое говорит о чем? О том, что мы должны преображаться. Христос преобразился, и цель человеческой жизни – это тоже преображение, потому что преображение – это праздник-символ, который показывает нам некий вектор, вертикаль. Вот мы должны стремиться вверх. А существует народное такое, знаете, название – яблочный спас, где просто, знаете, один быт – спас яблоки. То есть о чем это говорит? Ну, наверное, что, может быть, яблочко нужно съесть, яблоки приносит в храм для того, чтобы их осветить. Конечно, это народная традиция, это не церковное название, но народная традиция, которая уходит от темы работы над собой, от темы преображения. Вот такие многие западные храмы, они больше ориентированы на то, чтобы войти в современную ситуацию градостроительную, как-то выглядеть современно, чтобы там можно было использовать современные технологии, кондиционирование, прочие какие-то вещи. Но храм, который не говорит о порыве в небеса, о том, что человек должен стремиться к небу, не говорит о какой-то особой красоте, потому что храм мало чем отличается от обычных современных зданий. И даже некоторые офисные здания есть, они более красивы, чем здания храма. Я помню, посещали мы храм в Венеции на местро в континентальной части с батюшкой, когда тоже думали о храме, точнее даже не посещали, подошли к нему. И знаете, ну, такое жалкое, убогое впечатление. Хотя, конечно, сейчас храмы, если говорить о столицах, на Западе строятся мало, скорее даже, наверное, продаются, чем строятся. Так вот, опыт западной культуры показывает нам, что путь упрощенчества – это путь в никуда. Подобно тому, как западная церковь, католическая церковь, когда были приняты решения на Втором Ватиканском соборе о том, что нужно максимально подойти ближе к людям, опроститься, упростить богослужения, все исковеркать, этот путь не привел к большому увеличению количества людей. Вот так и современная вот эта тенденция на Западе – это фактически в архитектуре это продолжение богословских решений Второго Ватиканского собора, по сути дела. Стать похожими на другие здания, сделать храмы близкими к обычной светской мирской архитектуре – это не наш путь. И когда в церкви тоже были подобные процессы, параллельно с Ватиканским собором, в православной церкви были родовские совещания на острове Родос всеправославные. О чем там шла речь? О том, чтобы сделать церковную жизнь, может быть, более легкой. Предполагалось укоротить Петров пост, предполагалось смягчить требования к Великому посту. Но потом в итоге это не прошло, и православная церковь в целом отказалась от этого. Если человек немощен, то он может, конечно же, жить так, как ему приходится, как здоровье позволяет, но это не означает, что человек должен, что всех нужно буквально понижать уровень. То же самое в отношении церковной архитектуры. Не нужно стремиться быть похожими на мирские здания. И храм все равно должен нести главную идею. Я положительно отношусь к теме развития церковной архитектуры. И мне всегда нравятся храмы, где наряду с традиционными элементами есть какие-то элементы современные. Вот тот же храм на Ходынке. Там есть элементы и традиционные, есть элементы и современные. Если приглядеться храму, это можно, конечно, увидеть и снаружи, и внутри. Поэтому храм должен быть в целом в традициях. Традиция – это наш купол, это крест, это пропорции, это некая устремленность вверх, которая показывает направление жизни христианина, это некое ощущение полета, воздушности, это ощущение гармонии. Ведь гармония – это нерв всей античной традиции. В чем суть состояла красоты? В пропорциональном соотношении всех частей, то есть некая гармония. И вот это должно быть присуще храму. Но вместе с тем, конечно, там могут быть и какие-то новшества, элементы. Вот я вспоминаю, как мы занимались темой собора в Париже. Я был активным участником этого процесса. Сначала принимал участие в конкурсе в Париже, в конкурсе, который решили провести вместе с бывшим управляющими делами президента Кожиным. Несколько раз летали в Париж, принимали участие. Сначала первичный этап, потом уже финал и так далее. Потом в итоге власти Парижа отказались согласовывать тот проект, который стал победителем. Потом в итоге начали работать с конкретным архитектором, которого предложила мэрия. Помню, как я дважды организовал встречи этого архитектора с патриархом. В итоге патриарх сам что-то тоже рисовал, какие-то давал задания. Такой был интересный процесс обсуждения, в который был увлечен сам патриарх. И вот в итоге получился храм. Да, в целом он содержит в себе элементы новаторства, но здесь есть следование традиции, есть пропорции, есть купола, есть кресты. В общем-то, этот храм, мне кажется, находится в каком-то смысле в авангарде вот таких передовых идей. И вместе с тем он вполне подходит для такого города, который открыт новациям, как Париж. Может быть, Москва более консервативна, Москва не готова к таким новинкам. Хотя, в принципе, мне кажется, что традиция творчества – это все в нашей природе, в природе православия. Ведь если брать, например, византийскую традицию, по сравнению с византийской традицией, наши русские храмы дали много миру. Поэтому не нужно бояться творить, но принципиально важно, чтобы было понимание того, что храм – это постройка символическая, что храм – это постройка, которая должна в себе нести идею красоты и гармонии. Но в отношении остального здесь возможно разнообразие. Вот в этом плане я сторонник такого разумного компромисса между следованием традиции и между тем новым, что, возможно, несет нам наше новое время. Играет музыка. Играет музыка. Русские уничтожения. Играет музыка. Продолжение следует...